Изделие интервал. Существует один час. Не имеет прочности. Приносит в три раза больше очков пропуска бродяжника. Остается в рюкзаке после смерти. Тип дробовик. Самая быстрая прокачка сезона 1. Забрать его немедленно. Погнали. Унган Самиги. Он-то нам и нужен. Очень хорошая скорость атаки. Плюс 300 очков. Я в восторге. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и мы продолжаем. И это фантастический дан о зомби сувайвл. А проще говоря, ДОС. Давай говорить на ходу. Коротко об изделии интервал. Да это грязь просто. Получить, соответственно, можно только приобретая элитный пропуск бродяжника. Электромагнитное оружие института повышенной мощности. Ёл-пал. И на него еще можно нано-бустеры цеплять. Да, еще можно нано-бустеры цеплять. И чё? Ну и в результате вообще всех выносишь. Смотри. Бешеный светлячок. Ёл-пал. Какой это восторг. Если все-таки оно у тебя в руках появится, ты, конечно, не балаболь, как я это сейчас сделаю. Потому что, ну, это безобразие. Это прям вот расточительство такое, да? Да, они сами по себе слабенькие. Куда лучше использовать? Слушай, локация вот эта вот, на которой я в данный момент нахожусь, она шикарно подойдет. Просто шикарно. Это наша любимая мертвая низина. Тут есть босс с офигенным количеством жизни. Ну и ну и. За эту локацию ты поднимаешь 400 очков. Соответственно, с этим чудным изделием, да, получаешь 1200 очков. Блин, это так жестко вообще. Я прям в шоке, слушай. 63 очка. Хорошо, да? Хорошо? Хорошо. Где еще оно зайдет? Ну, если сильно заморочится, да? Кричащий пердящий лес, к примеру, это жестко. Но мне кажется, здесь уже хорошо. Какой-нибудь осажденный дом? Не рекомендую идти. А вот, к примеру, хозмаг? Вот это вполне, да. Но если говорить про максимальный выхлоп, то, конечно, вот таким образом. Почему? С такой пушкой зачистка мертвой низины это две с половиной минуты. Перезагружаем и снова в бой. Ну что, на время? Погнали. Время пошло. Что я использую? Я использую бродяжника. Использую вот эту штуку. Прямо сейчас начал. В результате сила вырастает вообще до космических размеров, маразмеров. Ёлопал, мне кажется, даже быстрее, чем две с половиной минуты. Может, за минутку управимся даже. Большую часть урона я наношу. Бродяжник чуть-чуть добивает. Поэтому очков увеличено. Вот этот парень вообще просто восторг. Слушай, лутать ли что-то? Блин, я не знаю. Мне кажется, нет. Если ты получишь в своё распоряжение этот ствол, ничего не лутай. Почему? Да нафиг надо. Ты чё? Тупо прокачка. Тупо как можно быстрее, как можно больше нахватать за этот ствол. Жалко, у нас нет какого-нибудь ускорения скорости бега. Я бы сейчас его выпил, короче. Чтоб как ненормальный бегать. А есть резон идти вместе с ним, к примеру, в ковчег. Слушай, как мне кажется, нету. Почему? Ну там же фиксировано идёт за боссов. Поэтому даже тестить не будем. Всё, готово. Сколько потратили? Полторы минуты. Меньше. Минута 20 секунд, да? Ёлы-палы. В Хозмаге так не будет. А какой способ ещё быстрей? Вот на эту кнопочку посмотри, авто. Уоп! Шикарно, да? Вот это самый быстрый способ прокачки. Но это, конечно, донат. А можно и вовсе просто прикупить лвлов и готово Ёлы-палы. А теперь фантастический эксперимент. Блин, меньше была боль, да, мужчина? Я сейчас без тебя побегаю 15 минут и посмотрим, сколько я получу лвлов. Погнали? Погнали. Ну вот, грубо говоря, прошло 15 минут. Я пока там отошёл, подошёл, вообще балбес, конечно так, не использую эту пушку. Сколько я взял? 10 лвлов даже не взял, да? Но всё равно хорошо, хорошо. Какие ещё места? Я совсем забыл. Объекты Титан. Поэтому могу тебе посоветовать для начала ключей Титанов на фарме. Объекты Титан. Каждый босс даёт по 500 очков. Х3 полторы тысячи. Можно вот просто за считанные минуты набрать тысяч пятнадцать. ну реально. Это всего лишь 10 раз надо боссов бомбануть, да? То есть берём суперкрутой шмот, всё самое лучшее, максимальный апкаст, и будет тебе жара. Хозмак, кричащий лес, объекты Титан. Но если без заморочек, мёртвая низина или лес. Шикарно. Красная локация вот просто шикарна. 1200 очков примерно за полторы минуты. Ну плюс загрузки, перезагрузки получается, да? Я не знаю, две с половиной, три минуты. 1200 очков. Блин, ну умножь. Ты за час достаточно много настреляешь. Я прямо не могу остановиться, ты понял, чё? Она, время отчитывается и мне прям, ну, побыстрее, побольше, побольше нахватать. Давай обезьяну возьмём. Обезьяна, помогай. Молодец, молодец, обезьянка. А сколько, сколько, сколько идёт после сорокового, к примеру, уже левела? Напомню тебе, сороковой, это очень близко к финалу. Почему? Потому что у нас 65 левелов, а дальше, соответственно, трофей бесконечный фарм. Но это только для тех, у кого куплен премиум. Ну, а теперь поехали. Давай всё-таки хозмак бомбанём два крыла с этой пушкой, да? Мне и шмот надо было переодеть. А в конце подведём всё-таки вердикт. Где круче всего? Старый добрый хозмак. Ну, он точно будет хорош. Давай посмотрим, насколько. Оставляем дыры, пускай больше будет мужчины, да? Чем меньше. вот здесь хорошие пацаны. И бригадир, бригадир, гуль мне интересен, да? Ой, а если ты придёшь с этим стволом, ну, ты понял, казематы, ой-ё-ё-ё-ёй. Ну, смотри. Мне кажется, самый крутой вариант я показал тебе в самом начале. Ну, такие же самые засранцы, да? Ну, всё то же самое. Ёл-па. Ничем не лучше, чем красная локация. Наконец-то. 180 очков. На красной локации мужчина в 300, блин. В 300. Как с куста. И никаких тебе дверей, открываний. Это же всё время. Да, конечно. Если выбрать на нитики огненные, к примеру, да? Или ядовитые. Тогда ты намного быстрее будешь сшибать их. Но это всё-таки доли секунды. Мне кажется, несущественно. Это что-то изменит. Теперь давай вот эту дверь фантастическую откроем. За ней может классный парень быть. Ну, давай, гуль. 180. Ёлки-палки. Смотрю, я сравниваю с Мёртвой Низиной и понимаю, что это такое гауно, блин. Ну, вот я и дошёл до фантастической двери. Хоть и в быстрой промотке, но ты всё видел сам. Слушай, Мёртвая Низина побеждает. Вот, ну, ну, вот хоть убей, Мёртвая Низина круче. Почему? Да это капец. Вот за этого 180. За палача 180. Там за мужчину 300 очков давали. Ёл-палки. 300 очков за мужчину давали. Вот это круто. А за локацию Косари 200. Прошу, помоги. Во, а вот это хорошо, да? Вот это хорошо. Ключ объекта Стокер. Но мы уже не успеем бомбануть хоть одного Титана. Ну, как бы, а что там смотреть? Полторы тысячи очков будет за Стокера. Большой пиявочник. 60 очков. Поэтому даже не заморачиваемся, да? Давай его вот так я просто раскидаю. Не буду тратить на ниты. Давай, мужчина, давай. Хыды тыщ! Эх! Да. Счастье длится не вечно. Что я могу тебе сказать? Ну, ты сам все видел. Это просто восторг, а не ствол. Давай все-таки подведем итог. Ничего тогда. Два Косаря очков надо. Уже дальше 40-го левла. Итог простой. Я тебе рекомендую Мертвую Низину. 1200 очков будешь снимать. И очень быстро. Ну, пускай 2 минуты. Подготовь заранее еду, энергетики, чтобы восстанавливать энергии. Либо золотом будешь восстанавливать, либо на велосипеде ездить. Подготовь заранее хотя бы два комплекта брони. Не вот такого вот бродяжника, да, стандарт. Ну, не совсем стандарт. Тут ветровка следопыта. Подготовь все обкасты. И час бомби как ненормальный. Мертвую Низину. Либо лесополоса. Еще быстрее и еще круче. Только объекты титан. Диод. Стокер. И, соответственно, близнецы. За каждого босса будешь получать полтора косаря. Быстрая четкая перезагрузка. И опять. И опять. И опять. Но к ним надо готовиться, да. У тебя должны быть ключи. Заранее заготовленные. Максимум 6 ключей. Стокера, близнецов и диодов. Слушай, ну, вариант с Мертвой Низиной, он вообще без заморочек. Реально. И косарь 200 у тебя в руках. Ну, а наш любимый хозмаг хорош. Но уступает Мертвой Низине. Тут тебе и открытие, и замки, и что только нету. Это все время. Лучше красная локация. Друзья, с вами был Харди. Еще раз поздравляю победителей розыгрыша. Понравился ролик? Конечно же, оцени лайком. Не подписался? Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Ролики как продолжали, так и продолжают входить почти каждый день. Приходи на стримы, на которых мы разыгрываем наикрутейшие награды. И золото, и шмот, и союзников. И пропуска к сезонам. Стримы проходят каждый день на площадке Трова и на Ютубе. Удачного тебе сезона. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова